всем привет привезла вас в лес опять вы знаете решила немного снять стресс лучше всего это делается на природе в лесу погулять ну и вас конечно привела почему-то кажется мне что сейчас всем это необходимо вот такая лесная прогулка я вот так давно опять не выходила на связь с вами друзья хотя душа болит обещала много чего рассказать и показать хотела вам рассказать про похороны королевы елизаветы второй это было еще 19 сентября ровно через 10 дней после траура который был объявлен великобритании очень много интересного там для вас я нашла какие-то такие моменты интересные рассказать и даже было сделала половину ролика видеосюжета но представляете что события у нас развиваются так стремительно что уже теперь после всех случившихся событий опять что-то как-то даже мне кажется сейчас уже не к месту и не ко времени кажется что уже прошло столько с того момента похорон королевы что уже не что-то вроде не актуально говорить просто так ни о чем тоже не хочется вы знаете вот я смотрю что это не только передо мной стоит такая дилемма как дальше продолжать вести свой youtube канал это в общем-то многие блогеры сейчас по моему в таком жутком недоумении в прострации ну это конечно так скажем ерунда по сравнению с тем что вокруг происходит но все равно я обращаю на это внимание вот хочется как-то людей поддержать хочется как-то знаете попытаться на позитиве что-то дать опять что-то сказать рассказать показать вам хорошее интересное но настолько сложно во первых психологически сложно для меня самой вести продолжать канал как ни в чем не бывало нет 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 никуда не годно не нравится мне ну что ж такое хотела вас порадовать на позитиве а получился какой-то сплошной негатив и так давайте начнем к мы сначала на синем лесу где трепещут осины посмотрите в какой лес я вас привела сегодня хочется петь слушать птиц дышать свежим воздухом и наслаждаться этой потрясающей тишиной давайте мы с вами сегодня погуляем по лесу любители со мной гулять искать грибы и разговаривать о жизни приглашаю вас всех со мной в путешествие не все знаете ли нам по венециям да по парижам шастать надо иногда отдохнуть и на природе вот они вот они посмотрите рыжики классные один вот еще один знаете вот говорится жизнь продолжается еще один раз у нас 2 октября я сто лет не была в лесу ну вот решила съездить с камерой прям вот неожиданно рыжики вот это вот самые чудесные замечательные рыжики которые можно жарить можно солить и вообще очень знаете такие душистые грибы и вкусные вы знаете вообще-то по идее грибы как они здесь называются маршрум в англии они продаются в любом супермаркете довольно таки большое такое упаковку за один фунт шампиньонов можно всегда купить но тут все дело в том что истинные грибники знатоки гурманы любители грибов они прекрасно понимают какая огромная разница между грибами в лесу которое вы найдете их вкусовыми качествами и грибами которые выращены где-то на поддонах в каких-то подвалах их из их выращивают сейчас в огромных количествах но это уже совсем не те грибы и запаха нет и вкус никакой я где-то наверное в конце августа сходила в лес поняла что грибов практически нет это сыроежки по моему это знаете какой гриб по моему это гриб валуй если я ничего не то это грибы валуи но как всегда меня учили если точно не уверен вот он так выглядит видите у него здесь да не трубчатая пластинчатая низ поэтому если не уверен то не бери грибы так вот я их брать не буду просто вам показываю что это возможно валуи так вот вы знаете когда я сходила в лес в конце августа я подумала что мой такой сухой все в этом году грибов не будет и вдруг оказалось что грибы то оказывается пошли вот в конце сентября и в октябре наверное при такой хорошей погоде вот смотрите опять у нас рыжик чудесный видите да очень легко распознается вот рыжик рыжик и оказалось что грибы можно идти собирать у нас сегодня температура плюс 20 солнечный день вчера весь день шел дождь поэтому сыра в лесу ну и видите можно насобирать грибов на жарешку что я и делаю знаете по поводу комментариев сейчас поступающих на мой канал знаете вот у нас же доброжелатели это много да вот ну и все же хотят меня же научить как правильно жить но не все эти у меня тоже такие обобщения бывают многие наши именно люди вот они имеют такую склонность очень часто граничащую уже с привычкой почему-то постоянно всех поучать и считать что вот они вот так вот получают замечания делают поправки в моей жизни и советы дают мне как мне жить советы которые я в общем то я не спрашивала по большому счету но вот знаете интересное очень мне попалось видео одно ну как сказать попалась это на канале валерия соловья опять же профессора которого я часто слушаю очень умный человек я дам вам ссылочку внизу в описании и сразу можете найти ссылочку на его вот это видео и он именно раскрывает с точки зрения психологии вот этот вот феномен как наши люди обычно пытаются учить других как они советы дают и считают что они человеку этим помогают вот я сейчас вам небольшую такую дам послушать выдержку выжимку если кому-то это понравится и захочется послушать полностью все что он говорит по этому поводу то пожалуйста по ссылочке переходите потому что россии не принято не то что говорить комплименты не принято хвалить друг друга не принято говорить хорошее в россии наоборот принято критиковать и говорить дурное оскорбительное обидное подавая это под видом чистой правды ну лучше горькая правда чем чистая ложь у нас настолько не умеют хвалить что порой хотя это очень легко казалось бы что порой у меня возникало ощущение что как там где надо сказать что-нибудь приятное еще раз подчеркну приятно это не взять на лживая лесть может быть лживой а комплименты и что-то хорошее они правдивы они должны быть в своей основе какой-то элемент истины и нестины реального положения вещей реального восприятия человека ощущение у меня было что люди не имеют в этой ситуации не просто не имеют у них еще застывают мышцы лица они не в состоянии даже улыбнуться это мы не раз замечали что в нашем обществе не принято улыбаться а те кто улыбается ну как говорится беспричинно улыбается просто улыбается они вызывают что правильно настороженность и подозрение и знаете как раз все эти замечания советы нравоучения всегда объясняют те кто их дает тем что они же хотят как лучше они же вот вы не понимаете они то знают как надо и вот они вам таким образом объясняют что вы-то в общем-то дура набитая человек вам объясняет как надо жить это знаете как говорится благими намерениями выслана дорога в ад в лес в любой где не зайди такая красота посмотрите вот еще посмотрите нашла я грибы они здесь растут на сваленом дереве на пне да и даже видите многое многие из них кем-то съедены то что они кем-то съедены из животных или из насекомых это хороший признак того что они как вы понимаете съедобные да ну вот сказать по правде я вижу таких таких такие впервые вот они имеют сухую ножку но очень такую желеобразную такую вот мягкую шляпку очень странная история водянистые такие надо найти программу распознавания есть такая программа потому что я конечно знаю много грибов но вот именно такие грибы которых сомневаешься которые тем более как трутовики растущие на деревьях с ними проблемы их нужно точно знать как я всегда угадываю если вы видите что гриб червивый если вы видите что он там на нем слезники бывает и сидят или там проели немножко с краю слезники часто такое тоже можно на грибе увидеть то значит чаще всего этот гриб съедобный раз его едят насекомые они то в отличие от нас разбираются стопроцентно я снова нашла вот эти грибы на дереве посмотрите восхитительно выглядят понятия не имею что за грибы ну и для тех кто интересуется я могу сказать что я нашла этот гриб называется удемансиела слизистая и несмотря на свой устрашающий вид он похож на поганку вроде бы но гриб съедобный один из немногих которые практически мало кто знает а мы теперь будем с вами знать смотрите пока его не сорвала я не знаю что за гриб он очень похож на съедобный но вы часто бывает что и нет бывает ошибаюсь на этот вот видите этот съедобный это биогриб называется подберезовик до красивый хороший съедобный пока не заглянешь под под шляпку не узнаешь по крайней мере я вот часто путаю вот эти грибы есть еще такие поганки такими же похожими шляпками но это всеобщей нашей радости гриб подберезовик и вот видите то о чем я вам говорила съедобные грибы чаще всего едят какие-то насекомые вот здесь видите слизняк сидит это слизняк такой мы его конечно же уберем вот это говорит о том что этот гриб полностью съедобен извиняюсь за свои страшные ногти видите черные но когда собираешь грибы конечно же руки становятся очень грязными черными это всегда так 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 уж не обессудьте друзья просто еду и просто нахожу уже вы поняли да опять рыжик ну вот смотрите прям красавчики красавчики у нас и это если я правильно понимаю грибы маховики шикарные два гриба не червивые не поврежденные берем-берем и снова как вы уже можете распознать у нас рыжик чудный и вот он еще один сразу рыжик мой с деткой вот такие красотунчики обязательно берем да и кстати смотрите вот эти грибы смотрите какие классные я вам когда-то показывала по моему год или два назад что я их нашла в лесу тоже смотрите сколько их здесь целая семейка вот еще два красавчика стоят и я засомневалась что за грибы похож на шампиньон но видите как он красиво выглядит смотрится тяжелый большой плотный я засомневалась что за гриб и оставила его в лесу а потом приехала домой открыла конечно же свой интернет и нашла что это грибы очень вкусные что это грибы одни из самых питательных и вкусных наравне наверное с хорошими белыми грибами посмотрите как они выглядят я их конечно же беру грибы семейства шампиньонов и называются они пятнистый зонтик или чешуйчатый зонтик вот еще парочка грибов по моему хороших вот точно видите если у них внизу трубчатая шляпка значит это очень хорошие два маховичка вот так вот немножко они конечно перестояли но они не червивые они чудесно выглядят подъедены опять же животными какими-то белками наверное погрызены или кроликами берем берем и вот еще у нас парочка таких же чудных маховичков маховичков да вот они и как учат нас грибники заядлые если вы нашли маховички или другие грибы оглянитесь вокруг скорее всего что их здесь будет семейство что мы в общем-то и наблюдаем вот еще один у нас чудесный маховичок и еще один чудесный маховичок видите вот и вот там еще один спрятался вот видите да тоже сюда его мне-то конечно без камеры было бы гораздо удобнее рвать двумя руками и одной рукой отодвигать ветки когда я подхожу на то однажды чуть глаз себе не выколола каким-то сухим пеньком так вот знаете как говорится все для вас друзья стараюсь показать вам эту грибную охоту такую красоту ну и знаете бывает такое что не то чтобы лайк люди не ставят под моими видео а еще и напишут гадость опять поучающую что я вот например без ножа срываю есть такая история у меня обучающие мои есть такие персонажи которые все знают как раз о которых я вам и говорила вот значит без ножа нельзя забирать грибы на самом деле это уже если бы вы интересовались по серьезному грибной темой вы бы уже давно прочитали всем этим историям первоначальным наоборот большое опровержение что если вы срезаете гриб то вот в это вот срезанное такое срезанное отверстие срезанную рамку в грибницу попадают наоборот микробы грибница может погибнуть это раз ну и второе то что настолько много говорят что грибницы на планете земля она практически опутала как паутина всю 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 нашу планету своими мелкими мелкими вот этими вот грибницами поэтому если мы срываем вот этот грибок гриб тоже наверное кто-то знает это просто вот такое как бы цветение этой грибницы такие как плодоножки до которые выходят на поверхность и разбрасывают свои споры так вот никаких ножей сейчас уже по новым научно доказанным данным не нужно использовать в грибной охоте да этот лес меня сегодня приятно удивил и вот вы знаете я показываю вам сыроежки да вот которые я в общем то я бы их набрала и взяла если бы не наличие других грибов более вкусных для меня я сужу только по своим вкусом и приоритетом поэтому все сыроежки несмотря на всю их красоту и пригодность я оставляю в лесу ну и вот опять история повторяется друзья я нашла чудесный белый гриб который уже конечно же не чудесный старый перестоявшийся мой как жаль этот лес конечно радует меня неожиданно но опять я опоздала ай-яй-яй еще что хотела вам рассказать вы знаете я в лесу уже здесь брожу часа три наверное да я в 12 пришла сейчас без пяти три так вот мне очень мало надо чтобы заблудиться я когда вам там срывала грибы эти маховики это было давно уже это здесь у меня на экране я включая выключая вам кажется что это прошло мгновение а я прошла уже довольно долго так вот что хочу сказать что я когда вам там эти маховики снимала на это сам на камеру и крутилась туда-сюда к сумке обратно и конечно же мне хватило этого вполне что я забыла с какой стороны я шла и в какую сторону мне нужно идти естественно я сразу заблудилась ну и вот что хочу сказать вам я конечно сейчас уже не паникую потому что здесь сплошь вот эти просеки я вышла на на просеку на уже еще одну очередную и вот показываю вам вы знаете вот эта вот история с вот этими двумя огромными деревьями близнецами я показывала вам уже даже показывала как я между ними загадывала желание нужно встать между этими двумя красавцами вот они и загадать желание желательно конечно прикоснуться к одному и к другому руками что я пыталась одно время сделать у меня не получилось здесь расстояние на на метра два у меня рук не хватает длинные рук так я к чему опять все это что эти мои прекрасные два близнеца они мне знакомы и они меня просто выручают вот уже по-моему несколько раз было так что я именно вот в этом каком-то странном углу я заблуждаюсь потом я иду-иду и вдруг я вижу своих двух красавчиков близнецов они кэш огромное их сразу видно и я сразу понимаю что я на правильной дороге правильной дороге и идем товарищи ну и все я успокоилась конечно же вот в ту сторону мне еще идти где-то с километр и будет парковка моей машины конечно же я подошла поближе поздоровалась с красавчиками моими они такие мягкие теплые знаете даже не знаю что это за деревья к своему стыду это не елки и не сосны а листва вот эти листочки мелкие у них как туя что ли вот не знаю но это не имеет значения очень красивая живописная они уже стали просто звездой или как они уже стали звездами у меня на и на канале звезды моего экрана мои замечательные красавчики которые всегда меня выручают вот так ну и потом я давным давно уже вам не рекомендовала никакие фильмы к просмотру что-то как-то тоже я конечно всегда смотрю сериалы какие-то сериалы какие-то фильмы сейчас даже почему-то на российские переключилась детективы чтобы как-то отвлечься люблю детективы с лихо закрученным сюжетом вот значит и мне попался конечно же шикарнейший с высоким рейтингом сериал российский по моему 20-22 год совсем новый он называется триггер триггер тоже психологический сериал очень классный вот он мне кажется заслуживает того чтобы его посмотреть но вот из детективов которые я смотрела последнее время мне больше всего конечно понравился детектив сериал вскрытие покажет страшное название но тем не менее очень легко снят ненавязчиво интересно артисты красивые хорошо играют екатерина маликова по моему забыла так и ее фамилия вот но хочу сразу обратить ваше внимание что этот фильм этот сериал вскрытие покажет интересен только когда там главной роли вот это екатерина маликова это первый второй сезон по-моему 18 19 год выхода а вот 22 года они попытались продолжить этот сериал и сделать третий сезон и там уже играет главную героиню совсем другая актриса совершенно не то и я даже бросила смотреть ничего похожего даже нет а вот первые два сезона я вам рекомендую тоже посмотреть вскрытие покажет я почему вам рекомендую фильмы к просмотру какие-то и сериалы потому что у меня у самой проблемой но раз хочешь посмотреть хороший фильм и так сложно его найти чтобы знаете не терять особо много времени в поисках вот и рекомендую и еще предлагаю знаете что если кто-то знает тоже какие-то интересные фильмы которые он смотрел недавно пишите в комментариях возможно это тоже многим будет интересно кстати обратите внимание с какими огромными сумками идут это все у них грибы это китайцы вот я раньше радовалась что англичане не разбирается в грибах и не знают и поэтому когда бы не пришел грибы всегда стоят и ждут тебя на в лесу а теперь вот китайцы ходят с такими сумарями посмотрите у них три огромных битком набиты сумки этих грибов вот и поэтому как-то уже теперь стало труднее находить грибы в лесу да друзья вы знаете что то вот эта группа китайцев меня как-то серьезно подрастроила вы же понимаете что за китайцами то не угнаться они все знают они если тем более их там целая группа и все они с огромными сумками то конечно же они здесь грибы эти все из лесу вытаскают знаете китайцы они подметки рвут просто на ходу поэтому мне за ними не угнаться ой ой какая жалость а я это только хотела рассказать вам радостно что здесь что здесь в лесу когда бы не пришел так как англичане грибов не знают и не собирают да и ягод не собирают они же вообще с природой дружат только в качестве прогулок с собачками больше они ничего не знают ни деревьев не растений и грибов тем более не ягод поэтому супер-пупер было когда бы не пришла все грибы стоят в лесу и меня ждут а теперь каким образом сюда попали эти китайцы но на работу наверное они же постепенно постепенно заполоняют всю планету так что жаль 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 а меня вы знаете настолько впечатлил сегодня лес что я наверное еще и завтра пойду сколько я грибов набрала за три часа ну тоже один такой большой пакет грибы все вкусные съедобные сейчас покажу как обещала ну и вот смотрите друзья я уже не на пеньке я уже дома я вам показываю что я тут насобирала на жарешку хватит как говорится может быть даже еще и суп грибной сварю я последнее время суп грибной варю такой суп пюре знаете так вот еще что хочу вам сказать вот я самом начале зашла в лес и конечно же вот взяла вот эти сыроежки непонятные и видите почему я их не люблю они крошатся ломаются тут же засоряет все остальные грибы ну и вкус у них абсолютно не соответствует поэтому я лучше буду вот эти маховики и вот эти вот друзья такие чудные грибочки у меня сегодня ну и много конечно же вот этих вот рыжиков все это можно жарить даже не варя а на этом друзья я сегодня с вами прощаюсь я надеюсь что моя прогулка немного знаете придала вам настроение какого-то оптимизма для нашей жизни в будущем это всем нам очень-очень необходимо друзья берегите себя я желаю всем добра и мира всего всего вам доброго всем пока пока